Всем привет, друзья мои! Я блогер из Турции, из города Мерсин. Вы на канале Светлана Ата. Добро пожаловать ко мне! Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня будет очень интересное и вкусное видео. Светлана потянула на еду. Что я делаю? Пирог с сыром и картофелем. Сейчас я раскатываю второй слой. Решила сделать так, а не как по типу хачапури, да? Так будет более красивее. Тесто это я приготовила полчаса назад из йогурта. Поэтому решила разделить половинки на две части. И вот, мои дорогие, сейчас ждите продолжения. Второй корж готов. Сейчас приступаем к начинке. Начинка у меня уже почти полуготова. Я отварила ее и поставила остывать. А здесь наши птички. Они уже почищены, помыты. Еда поменена. Яблочки сейчас кушают. Мавиш! Мавиш, привет! Знаете, вчера было настоящее вечернее шоу. Мартин очень ручной. Идет на ручки. И вот пока не будет у нас полдня сидеть в клетках. А я пошла готовить. Пюрешечка уже почти остыла. Сейчас, как вы знаете, я добавлю сюда сыр. И еще творог. Начинка тоже готова. И сейчас верхний слой. И в духовочку. Вот так наколола, вот так защипила концы пальчиком-пальчиком. Делаю халат. Еще не успела переодеться, потому что надо поставить в духовку. Сейчас вот так наколола вилочкой. Вот такой вот вышел. И сейчас взбила одно яйцо. Вот такой у нас будет красивый пирог сегодня. И сверху вот так красиво с семечками. Смотрите, как красиво. Настоящий пирог будет. Супер! Как я вам ранее сказала, я планирую сегодня сделать кафты из красной чечевицы. То есть котлетки из красной чечевицы. Они очень полезные и питательные, вкусные и бюджетный вариант, я считаю. Что для этого нужно? Я вот два стакана красной чечевицы залила пятью стаканами воды. И посолила. И буду до готовности варить. У меня такой вкусный блок, да? Значит, луковица. Побольше лука. Лук дает вкус. У меня зеленый лук. Побольше сделаю петрушки. Также нам понадобится бунгур. Мелкий-мелкий. Полтора стакана. Вот как только все сварится, я вам все покажу, что надо делать дальше. Нашинковать чеснок также. И подготовить все. Пережарить на растительном масле. Добавить томатную пасту. Перцовую пасту пряности. И смотрите дальше. Тем самым временем поспел наш пирог. Сейчас я его так помажу. Видите, когда яйцом. Совсем другой вид, да? Такой богатый. Такой красивый. Сейчас он вообще будет отмаслиться. Масла я внутрь вообще не пользуюсь. Видите, хрустит даже. Тесто у меня из-за йогурта. Йогурт погасила содой. Соль, наверное. Сколько будет воды? Стакан йогурта. И может быть такой же стакан воды. Все дело на глаз, не знаю. Ну вот. Больше ему не надо готовиться. Такой вот пирожок. Сначала будем его разрезать. Все, мои друзья. Муж уже не дождется. Выпил 2 стакана чая. Разрезала. Вот такая красота у меня получилась. Смотрите. Ух. Горячее такое. Ну, покушаю остаточки. Вкусно. Вот. Вот такой прожаренный пирог. Машкина. Машкина, бродокс. А. Яшка. Афиатусу нашка. А я сейчас, знаете, что хочу просто попробовать. У меня дела есть. Йогу я не делала сегодня. Не просто. Наверное, не буду пробовать потом. Сила воли у Светланы есть. Все, пошла делать йогу. Кстати, пока мы с вами разговаривали, приготовилась, отварилась почти чечевица. Я сейчас еще, когда вода испарится, добавлю булгур полтора стакана мелкий. Булгур, вы видите, оно еще кипит. И сейчас я накрываю, перемешала, выключаю и оставляю его доходить. Оно разбухнет. Зашинковала сейчас лук. Вы знаете, что? Вот приготовила у меня мало зеленого. Праса есть? Праса. Я тоже ее пережарю. Очень будет все вкусно. У нас в Мерсине так похолодало, и такие ветры, что я свои цветы как выставила, не могу никак собрать. Посмотрите, несмотря на то, что я сейчас вот в такой майке на йогу собралась, вот так вот у меня такой беспорядок. Но ветер холодный, как вчера был на набережной, так и сегодня. Говорят даже, не то, что говорят, а в некоторых районах Турции. Снег пошел. Я вчера долго ночью не могла заснуть. Почему? Сейчас вам расскажу, мои дорогие. А вот наши любимые птички. Они все чистенькие. Мы сразу с утра, Сашка, и вам начинаем с них. Мамиш наш вообще. Такой он у нас. Такой, знаете, хозяин. Этого тыкал все. Видите, такой он какой-то, хотя и меньше его. Мартину год с чем-то. Надо точно узнать у хозяевов, когда он родился. А этот, вот смотрите, вот этот такой, вот этот такой. Он ничего не боится. А вот эта вот сумаседшая девочка. Не знаю, не приучилась. Никак к нам. А этот Мартин, он идет на ручки, потому что у хозяевов детки игралися с ним. И он очень активный. Вот смотрите сейчас, да. Вот Мартин. Вот клеточка у него такая. Вот. А как она открывается? Как-то муж открывал ее вчера. Ладно, неважно. Мартин, иди ко мне. Иди ко мне. Мартин, иди. Иди к маме. Иди к маме. Иди, иди. Иди, мой мальчик. Иди. Сначала начинает паниковать. Иди ко мне, мой красавчик. Иди ко мне. А на этого мавиша. Иди ко мне. Иди. Иди на ручки. Чик-чик-чик-чик-чик. Иди, какой ты красивый. Какой ты желтенький красивый. Ашкин тоже его полюбил, Эндер. Только у него игрушек. Вы знаете, что сделали вчера мавиши и шакер? Все перешли, зашли к нему в клетку. Начали играть, использовать все игрушки, что у него есть. Все грыз подряд. Вот этот камушек, там еще вот этот камушек. Кальций там. Все, что можно было. Как будто... И главное, потом начали выгонять Мартина. Посмотрите, как интересно за ними наблюдать. У кого плохое настроение, приходите ко мне, на моих попугайчиков посмотрите. Я хотела с вами поделиться вот таким бардаком. Видите? Портниха. Портниха. Вот мне пришла бумага. Мы заказали ее для выкроек. Так. Вот это мой сарафан, который я выкройку хотела шить. Потом передумала. Надо тут все убрать. Смотрите, мои дорогие, какая у меня будет юбка. Вот это все юбка. Ткань вот такая пожатая была. Вот. Почему я сделала такую? Потому что она просвечила. И знаете, чем я вчера занималась? Я пыталась приловчиться к разным лапкам. Да? Сейчас. Лапкам разным. Потому что у меня очень много лапок. Вот. И я хочу научиться, как ими шить. Да? Вот это, например, рубальник. Он очень хорошо под... ворачивает углы. Я столько сделала вчера. Столько работала. Нужно приловчиться. Где-то получается, где-то нет. Ведь это же облегчит мне потом труд. Тем более на таких тонких тканях, с которыми я работаю, мне это очень пригодится. Так что вот вся в процессе. Вся в процессе. Вот выкроилась. Сейчас буду... Рюшки. Я хочу... Вот рюшки. Вчера выкроила их вечером. Вот. Буду заниматься рюшками. Что-то хочу сделать красивое. Вот еще что дело. Сначала я хотела вот такой фасон. Да? Потом передумала. Конечно, на этот фасон меньше было бы ткани. Не то, что у меня ушло. Две юбки. Солнце-клёш. И вот, мои дорогие. Вот это вот я уже приготовила вчера. На горловины. Вот. Вот так это выглядит. Вот так. Вот так будет на горловину. В общем, потихонечку делаю все. Я же еще и по бизнесу работаю. Ну, как-то так. Бардак. Вчера я не могла заснуть, потому что собака в парке. Так выло, так выло. И мы... Муж, Эндер, сконцентрировал на этом внимание. Позавчера или несколько дней назад. Потому что в Хаттайе, когда произошло землетрясение, собака прямо завывала. Не знаю как. И вот у нас такой страх. Потом она замолчала. Потом она опять начала. Я посмотрела, она в парке здесь гуляет. Собака. И я как-то, как-то взяла себя в руки и заснула. И что? Правильно сделала, что заснула. Видите, у нас сегодня здесь вышли продавать. Это раз. Во-вторых, перекрыли там все. Делают асфальт. Молодцы. Так, сегодня я должна мужу дать задание. У меня вот эти вот бархатцы, кажется. Бархатцы. Вот видите, тут тоже я воткнула в земельку. И они пошли. Поэтому я хочу сегодня пересаживать цветы. Вот. Скажу, что принес мне землю. Буду работать. Вы видите, как много у меня дел, мои дорогие зрители. Сейчас еще и по бизнесу. Ну, как всегда. Пошла работать и готовить. Вот такая масса должна получиться. Она тепленькая. Видите? Вот основа. Основ. Сейчас сюда все добавим и сформируем котлетки. Булгур и красочечевица. Я решила добавить только перцовую пасту. Она вот так у меня тушится. Вообще, желательно побольше делать масла. Может быть, я даже и добавлю. Хотя и смотрите, сколько у меня здесь массы, чтобы она была вкусная. Правильно? И обязательно помешаем. Вот так вот. Добавим стакан кипятка. Стакан кипятка. И оставим это тушить до полного приготовления нашего лука. На медленном огне я сюда добавила праса по собственному желанию не пропагандать же добру. И все. Вот так вот помешаем хорошенечко. Так помешаем, мои дорогие. Накроем крышечкой и пускай она тушится. Я уже нарезала лук зеленый, зелени побольше. Уже готово. Добавили в чечевицу пережаренный лук. Сейчас добавляем зелень. Это кекик пряности. Красный перец. Насколько на глаз, да? Кимьон. Тимьян. Чем больше зелень, тем вкуснее. Правильно? Мяту. Черный перец. Выжму сок одного такого лимона. Помешали чуть-чуть ложкой. А сейчас вот так перчатками. Все-таки когда руками больше чувствуете. Чувствуете. Больше оно промешается, все смешается. Кстати, я еще добавила соль сюда. Соль необходима. Оно такое тепленькое, все вкусненькое. Конечно, вкусно его сейчас кушать. Но посмотрим, как и что, когда придет мой муж. А еда будет уже у меня готова. Обед. Этим можно запросто наесться. По мне бы так вообще больше ничего не надо. Видите, какой оно получается. Булгур, красная чечевица. Вот такая получается вкуснятина. Беру столовую ложку, вот такую полненькую. Фармирую кефте и чуть-чуть пальцами и складываем на нашу тарелочку. Ну что, мое кефте готово. Кухня вся вычищена, духовка помыта, холодильник помыт, все помыто, там все почищено, помыто, на карачках лазило, мои дорогие. И вот наше пефте. Вот такое пефте получилось. Также вот видите, какая у меня уборка. Поубирала чуть-чуть, поотрезала там цветочки, этот горшок убрала, тот убрала. Люблю возиться с цветами. Самое лучшее бесплатное занятие на все. А ну-ка покажу вам сегодня на их. Это кто здесь кричит? Это кто кричит? чики-чики. Мавиш. Мартин. Красавица, красавица, красавица. Смотрите, когда она паникует, он ее успокаивает сразу. Пах, клювом. Сейчас он спокойный. Она с ним рядом. Как он ее любит. Как он любит, а как мы вас любим, как мы вас любим, чудо наше счастье. Идите мой сладкий. Мартин, мой золотой мальчик, мой золотой. Пошла я кофе пить, себе приготовила кофе и кофе попить. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления. до мальчик.